Реша 1170, который производит крышные работы, то есть, попросту говоря, выемки отразмывают в гонус голубой земли, так называемый, из агроносной породы. Мы убираем верхний слой песка, чтобы потом пошла добыча. А убрать надо метров 70 песка. Это называется с крыши у нас. На этой технике я работаю, можно сказать, всю жизнь. Начал гемерослубы, там я уголек, а тут синтез. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Янтарь ведет свою историю еще с времен Древнего Египта, потому что в пирамидах у фараонов находили украшения с янтарем. В средние века был великий янтарный путь. Но и в наше время янтарь также популярен как украшение. И наши текущие экономические показатели показывают, что опять в мире, особенно в странах Ближнего Востока, в Китае, да и в нашей стране. И даже сегодняшнее наше с вами интервью, оно показывает о том, что есть определенный интерес к этому солнечному камню. Перед вами уникальная коллекция камней самородков. Камни весом свыше одного килограмма считаются уже драгоценными. Но на самом деле каждый самородок оценивается в охране в Москве. Предварительно оценивается его качество и присваивается государственная цена. Паспорт, сертификат. И дальше его возвращают на интервью комендант для реализации его на аукционе, на торгах. Все официально проходит, но уникальны некоторые принимают решение нашим руководством, что они останутся у нас в коллекции. И так, собственно, коллекция и пополняется. С комбинатом, сырье покупают у комбината и отделей. А то, что мы в ветринах видим, это уже история. К нам лет пять назад обратился один человек. Он на своей яхте делал интерную каюту. И я знаю, что это было сделано. И я думаю, что когда-то мы ее, может быть, увидим, эту интерную каюту. Но то, что она уже полностью изготовлена. То есть, по примеру, интерной комнаты в Санкт-Петербурге. То есть, те же мастера, которые делали интерную комнату в Санкт-Петербурге, они же занимались изготовлением вот этой интерной каюты. И, естественно, мы предоставляли интере для производства этого шедевра.